Короче, вечер в воскресенье. Мы с Олей изначально спокойно сидели дома. Потом я открыл автору, и тут у нас КСР-50 за 55 тысяч. По водным данным и по фоткам, в принципе, вроде неплох, но мне он нахрен не нужен. Что в этом случае делаем мы? В этом случае мы звоним Михаилу. И думаем, а не нужен ли Михаилу КСР? Собирает и решает. Ну да, и мы, короче, едем посмотреть. В общем, в 100 километрах от Москвы, вроде все зелененькое, то есть мы должны, по идее, доехать нормально. И что там ты позвонил? Что там? Это мужик, который купил ТВ, теперь ему нужен КСР. Ну так, холхоз, конечно, будет. Да, а что, городища какие-то. Да, мы едем в какие-то городища. В общем, на самом деле, по фоткам, в принципе, все неплохо. Есть, конечно, некоторые отсутствующие детали, но в целом он комплектен. То есть есть шанс, что все-таки это будет что-то неплохое. Но посмотрим по факту, что там у нас будет. Так что мы пытаемся выехать из Москвы в сторону городища. Там что-то 111 километров. В целом-то ехать недалеко. Но, как всегда, сейчас где-нибудь что-нибудь будет стоять. Мы, собственно, едем, но дорога, конечно, тарханина полная. Во-первых, дождь и все резко разучились ездить. У нас, как всегда. И самое хреновое, что мы едем, ну, откуда мы, получается, со сраного шоссе. Большинство энтузиастов выехали. Где мы? А, на Горьковском шоссе. И вот до сейчасшнего момента, ох, какое слово-то сейчасшнего момента, мы ехали со скоростью 60. Ограничение, сука, 60. То есть ты можешь с трудом ехать 80. Сейчас вроде вот пошло 90. Слава богу, блядь. Иначе мы эти 100 километров ехали, наверное, на целую вечность. Что-то все какие-то грустные, блядь, скучные, неинтересные. Этот вообще там думает, что он в представительском Мерседесе сидит, и я его личный водитель. Но на самом деле... Так и есть. На самом деле, как бы он просто чепушило, и в принципе и все. Впереди камера на полосу. Но удивительно, он сейчас заправил аж на полторы тысячи. Щедрый. Просто больше в бак не влезло, я бы больше заправил. Вот. Но... Хреново то, что не взяли фонари никакие. Ну, вообще, эта поездка-то из разряда «О! Поехали!». Вот. Ну, посмотрим. По крайней мере, 100 километров, ну, не такой уж большой путь, чтобы там особо сильно переживать. Главное, чтобы на обратном пути пробок не было. Ну, как бы время уже 7. В такое время, в воскресенье, все, кому надо уехать, уже уехали. А нам еще в ту сторону ехать где-то, сколько, час. Вот. Поэтому я думаю, что все будет нормально. О, и опять ограничение 60. Как же, какой же прекрасный горьковское шоссе. О, уже 90. Класс. Ну, короче, пока ничего интересного не происходит. Дождь, туман, елки, сосенки и мерзкий тающий снег. Осталось ехать 5 километров. И что-то в крайней степени сомнительное, потому что... А, ну, заебись. Какое-то накатанное, я не знаю что, лед, не лед. И вот по такому дерьму ехать 5 километров. Ну, короче, кайф. Особенно на мои все сезонки, говносезонки. Да, здорово. Очень здорово, конечно, но неинтересно. Ехали в этот прекрасный город. Ну, из положительного здесь прикольное здание ткацкой фабрики. Старое. И есть некоторые старые дома. Как бы не было странно, но здесь ходят люди. По крайней мере, хочется верить, что это люди. А вообще, вот, ну, получается, мы отъехали от МКАДа на 90 километров. Ну, в принципе, вот здесь уже начинается Россия. Вот. Тут как бы, ну, дороги чищены накатанными колеями. О, здесь есть комки. Те самые, которые из Москвы, видимо, свезли в начале 2000-х. Есть сомнения, что здесь вообще возможно купить что-то живое. Из живого, я думаю, можно купить здесь ничего. Да, классно. Вот машина объезжает по колее и по обочине. И она застряла. Да. Ну, все очень здорово. Надеюсь, что мы отсюда обратно поедем. И можно будет увидеть здание этой фабрики, нефабрики и прочего. Странно, что здесь есть такси. Здесь много такси. То есть люди куда-то здесь едут. Видимо, ну, они уезжают в одну сторону. Куда-то в сторону МКАДа поближе. И, в принципе, все. Больше они сюда не возвращаются. В общем, все это на самом деле смешно. Но, по большей части, это ужасно круто. Ой, вай, бля, на Ксено не едет. Дебил тупой, блядь. А, здесь куда-то еще сейчас нам через 80 метров повернуть. То есть здесь есть поворот. Ну, да, здорово. Поверните налево. Спасибо. Я обязательно постараюсь это сделать, если перееду через вот эти колеи. Ебать. Нахуй мы сюда поехали. А, ну здесь вообще хорошо. Михаил, что можешь сказать по поводу... Вроде отлично. Да. Ты ожидаешь здесь купить что-то живое? Я думаю... Мне кажется, что в Удомле, в принципе, дороги были получше. Да, на самом деле, да. Да, такие домики с изгородью. А, кстати, мы в Крыму, примерно, в таком же жили. Прикольно было. В Палисаднике. А, тут куда-то еще прямо еба. Михаил, а ты сколько денег с собой взял? 50 тысяч. Я не думаю, что за 50 тысяч, наверное, что нас кто-то хочет купить. Ну, как бы... Хотя, жрел в этом месте, 50 тысяч, наверное, много. Да. Вообще, хочется писать очень сильно. Но останавливаются, страшно. А, нас обгоняют. Через 300 метров вы верните направо. Я... А... А... Да... А он как бы... Ну, да, понятно. Ну, здесь есть гаражи. То есть, в принципе, мы едем куда-то в правильное направление, вероятнее всего. Ебой, твою ж мать. То есть, здесь... Да. То есть, я, в принципе, выебуюсь по поводу того, что... Сейчас, живя в пределах третьего транспорта, но я считаю, что это район Бичевский, и он ужасный. Здесь какие-то старые промзоны и прочего, а будут его прям заебись. Но вот приезжая сюда, ну, и я готов, как бы, сказать, что в целом, в целом, Дубровка, это неплохо, да. А вообще, это полный трэш. А, всё, ну, мы почти приехали до конечной точки. Сейчас посмотрим, что там у нас будет ждать. Что по мотору? И плита стоит какая-то. Поршень. Прежний хозяин сказал, её поставили, чтобы подходила поршень от входа. Поршень, да. От чего? От входа, он сказал. Это уже страшно. А потому что родной не найдёшь. Да есть, они у меня такой же. По сцеплению, смотри, трос сцепления, колхоз, да, кольцо сломано, прижимное на выход. Вот так дальше. Ну, патрубки родные. Что ещё? Подожди, посвети на карп. Ну, карп, он вообще вылетевший практически. Здесь что, по переходу? А, ну, по переходу тоже. Ну, карп, это как тогда на Дельте покупали, и карп течёт даже, вон, видишь? Потом, что здесь? Этот пережат вообще топливный шланг. На масле, на суш, тоже всё грустно. Здесь посвети. Я его пищу, потому что я сказал, я это, не уверен был. Ну да, я понял. Я его забушу, понятно. Лягушки нету. Вот это, за это забил. Дальше посвети на вилку, что? Ну, она вытекшая, как ты говорил, да? Ну да. На перья целая, ну, в смысле, не ржавая. Щитков на перьях нету. На это посвети. Да, вилка тоже не ржавая. Это перо тоже целая. Это целая. Дальше давай сюда. Здесь крышка хер знает от чего. Видишь? И что здесь вообще? Он вообще на этих настяженных. А он склеенный на истеклоткани. Видишь, на эпоксидке собран. Пластик здесь оторван. Клипс, да, глухо? Прямо этот бачок должен быть. Да. Да, да, да. Здесь должно быть. Это всё было. Я тут поменял только хат. Там хреново заводился. Ну, трос такой. Ты что? Трос тут такой, конечно. Ну, трос это от него, только он заколхоженный. Ну, ты понял. Здесь флажок сломан. Видишь, на переключалке тут вообще что-то не... А, подожди. Не, ну, тут был флажок явно. Ну... Он сейчас на включен, типа, стоит. Ну, вообще непонятно, потому что их... Их должно быть два. Один габарит, свет, потом второй вкол-выкол, ну, переключение дальний-ближний. Ну, замок тоже что-то непонятно. Замок разбитый. Замок разбитый, и он на твердке либо крутит. Этот тоже разбитый. Он, наверное, вообще так открыт. Да. Да. О, тебе его тут. Да, ну, бак там тоже весь. Да, ржавый. Что там по свети? Ну, там бак. Бак такой, так он на моём травме. Заднего замка тоже нету. Видишь? Так, а сиденье открыть, чтобы... А, всё, что вверх. Аккумулятора нету. Вот что должно... Редух как-то стягиваться? Нет, здесь просто поролон стоит, и там набор ключей, он вот здесь ремнём должен стягиваться. Посвети туда, фильтр воздушный есть, основание. Ну, да, что-то похожее на фильтр есть. Так, смотри-ка. Чё? Бак стекловолокного подделан. Да ладно. Покажи. А, да, вообще сквозная хуйня. Сильно? Почему в этом углу? А, ну, он вообще весь сделан. Бак из стекловолокна весь вылеплен? Весь этот бок, где кран. Покажи. Бак из стекловолокна тоже течёт такой. А, ага. Всё вылеплено из стекла. А, ну вот он, он как. Ну да. Хуярил, гнил, лжавел и прочее. Сюда посвети. Ну, это типа есть. Даже скоба условно двигается, но очень хуёво. И она уже тоже. Посвети под этот. Антифриза нет ни хуя вообще в расширительном. А, нет, есть. Просто там что-то непонятное. Ну, наверное, посвети сюда. Так. Здесь по пластику. А, ну здесь по пластику это разошлись эти. Она понял. Ну, склеена, спаяна, короче, позову эту всю херню. Ай. Дальше, собственно. Чего они здесь по пластику? По еблету. Еблет. Вот здесь что-то было. А, здесь прикрепление нету оторванного воротника. Так, воротник, соответственно, тоже нет. Ну, воротник как-то писал их, что-то есть. Ну да. Ну-ка, писал внутрь посветить, что-то. Ага, угу, угу, угу. Так, а туда внутрь посветить. И это тоже оторвано. У меня тоже самое было. Подушка выхлопа. Видишь, оторвана? Угу. Вот она она. А внутрь посвети туда. О, удивительно, что он сел один-единственный. Внутрь посвети. Ну, внутри подушки бака нету. Угу. Видишь, элементарный элементарный. Да. Угу. Да, да, да. Только задняя подушка. С этой стороны осветания. Есть подушка? Вообще нет. Ну, может, кстати, тоже сзади непонятно. Сейчас, я посмотрю. Вот здесь шланг тоже снимать, снимите его и все. Не прикручен. Здесь вот обзирается, вот в этом месте. А, ну да, у него ни хера не прикручен. Только этот, топливный. Ну, топливный, там шланг длинный, его поукоротить. Да, сними бак. Да, я не помню, там, вроде больше ни за что не держится. Так, дай телефон, я посмотрю, что здесь у нас вообще. Там шланг хреновый. Вот он, этот блок, которого у меня нету. Без которого он прекрасно. Бак весь вылеплен из стекла. Весь вниз, видишь? И потек бенз с фильтром здесь. Ну да, с фильтром схуярит или с шланга хер знает, он пережатый. Вторая подушка тоже, да, из-за залента лечит? Да, ну какая-то хуйня стоит. Почему-то, кстати, датчик температуры здесь находится у меня в цилиндре. Все, накрываем он нахер. Ну, тормозная машина, кстати, села. Удивительно тоже, то, что ее не высверлили, не запизживали. Дай, Радик, я посмотрю. Да, я смотрел. Радик, вроде нормально. Да, радиатор, вроде ничего. На баку, конечно, пиздец. Здесь что? Да здесь только кусок с поворотником вывод. Здесь болт ТОРа, увидел? Крепление. Штифта нету. Ну, карбюратор, да, тут все оба ссалуют, блядь, это пиздец, конечно. Ты даже хуй поймешь, он... А, ну, он не держит вообще, то есть ни в одном из положений. Он сейчас должен был быть закрыт. А кран за... Не много в этом еще, но фильтр и остался. Ну, может быть, конечно, и так. Да, вот это, конечно, жестко. Интересно, что там вообще. Да, посвертили внутрь. Ага. А что по амортизатору? Покажи. Да, он какой-то такой, знаешь, типа... Я нашел, какой-то влажный, типа, по... Ну, амортизатор течет, хоть тут, думаете. Соплив. Да. Не течет, конечно. Ну, как бы... Ну, недалеко уже. Да. Ну, это все-таки не интерес, вроде, цепь. Но она присутствует. А этой нету. Ага. У нас пластины. А с этой стороны это есть. Да. Что, вывезли? Прогрессию хочешь посмотреть? Втулки? Ну, давай вывези, пошатай. Есть. Ну, что-то по всераме удар передается, угораешь, что ли. Ну, он, походу, вверхний. Ну, он может... Вывези рулевую, клинит, не клинит. Да. Клинит сразу? На, подержи. Ну, сейчас, да, я держу. Ну, я держу его. Пускай. А, ну, подшипника там вообще их нету, блядь. Он просто... О, одно положение затянуло. Должно поворачиваться. Да. Все это они урезили. Интересовать. Она родная, не родная вообще. Просто посмотреть, какого года. Какого рода. Года старого. Ну, год вообще не уйдет почему-то. Либо со второй стороны написано. Свечи. Здесь тоже крепление пластика. Видишь, посмотри, крепление фара. Уже тоже вырвано. Вырвано, да. Наебали. Я нахуй знает. Мой, который мы купили за 40, блядь, был полностью комплектный. И все работало, и все двигалось, и не было такого, блядь, тотального разъеба. Вот этот проставка, конечно, поршень просладывает, но очень скучно. Вообще. Ну, тут везде где-то маленький пиздец. Он кто-то из хорошего, что шток не сгнивший. И перевилки не сгнившие, да. Потому что обычно они на них вообще просто в мертвейшем состоянии. Бак это тоже, блядь, такая история, пиздец. Хуй знает. Замков нету, бака нету, по факту, блядь. С мотором тоже какие-то интересные вещи. Там по пластику оторвано, разорвано, блядь. Но радиатор целый, это тоже еще заебись. Как бы хоть что-то. Сиденье что-то переверну? А? Сиденье целое? Да, сиденье, вроде, целое, да. На удивление. Ну, в состоянии, как у моего, плюс-минус. Непонятно, когда там что есть. Ну, давай попробую его заведеть и постараюсь в тебя. Послушать на сколько заводится. Вот это вниз и пробуем. Я там кран, не знаю, ну там, там что-то есть, блядь. Он в любом случае течет. А у него эта херня есть. Ну, под подсос есть. Ну, по пульту вот эта вот херня. То есть вот. У него даже фара горит на удивление. Ну да, она ближний-дальний переключает. А этот флажок, он вообще тут либо заглушен, либо хер его знает. Ну, вот это включение. Он габарит, первое. Потом включение фары. А вот этот флажок ближний-дальний переключает. А здесь просто на постоянке горит. На, подержи. У нас дать. У нас дать. У нас дать. И ваше. Пульсовой фары и вообще жестко. Блядь. Литой диск, ну точнее, а той диска восьмеркой. Жесть. ну короче такое что там еще нашел куда еще надо тут уже больше некуда вот так он должен быть в положении закрыть но все равно льет там фильтр не фильтр ну короче блять мой мой был состоянии нового я тебе скажу даже несмотря что вилка была такая себя это так ну ладно да не вот он один из старых домов но видно его конечно крайней степени плохо но он с такими вот окнами огромную с флюгелем со всей такой фигней и и вот еще такой же дом какой-то старый явно уже старая кладка и прочее а и там еще и вот где-то дальше уже должен сейчас завод ткацки начаться а наверно здесь он начинается ну короче что пока и сыру ну я думаю все видели так куда нам подожди сюда наверно ну да короче пока и сыру до покрыть сыру ну в общем типа за 30000 наверное он бы был еще интересен но за 40 там счет за которые он стоит но нет как бы одно дело если были какие-то косяки 12 и вот кстати ткацкая фабрика но то что написано крайне на камере фу на камере на навигаторе и в принципе на что-то похоже потому что длинное здание возможно это и до сих пор ткацкая фабрика возможно просто название уже осталось вот ну и все больше только ничего интересного нет короче говоря за эти деньги нет за 30 окей можно было бы в москве есть там ушлепанный донор можно было бы взять атак да как бы на хрен он нужен на самом деле за 30 куда за эти деньги мотор хоть работает ровно но история с мотором какая-то непонятная с этой проставкой не проставкой потом бак гнилой вот ценного в нем на самом деле то что нет на моем кср это абсолютно в идеальнейшем состоянии вилка и в таком же идеальнейшем состоянии у него находится амортизатор вот это прям ну удивляет в остальном мусор мусором да и наверное все сейчас теперь отправляемся в сторону дома